Друзья, всем привет! Меня зовут Юлия Гергель, и сегодня мы с вами будем рисовать, не поверите, снова ананас, но в совершенно другой технике. Если первый раз мы с вами рисовали тропический наш фрукт в реалистичной такой манере, и наша зарисовка длилась чуть больше часа, то сегодня мы попробуем сделать легкие, быстрые, скетчевые зарисовки. Может быть, немножко дерзкие, где-то немножко веселые. Будем раскрепощаться, и я покажу вам технику, которая просто случайно сама собой родилась у меня в процессе рисования. На самом деле, такую скетчевую технику я позаимствовала у наших коллег-акварелистов. В инстаграме очень много подписано именно скетчеров, которые ходят по городу и делают очень живые, красивые, интересные зарисовки с помощью акварели и линера. И так как мы с вами работаем всё-таки в технике пастель, я постоянно думаю на эту тему, как же так вот выйти в город, взять с собой какие-то минимальные средства, и, подобно нашим друзьям-акварелистам, так же живо, интересно и красиво изображать разные объекты. И родилась у меня такая идея. Сегодня я с вами поделюсь, как это живо и быстро всё изобразить. Давайте попробуем. На примере ананаса на самом деле в такой стилистике можно рисовать любые объекты. Если вам понравится, пишите в комментариях. Обязательно повторим. Возможно, нарисуем пейзаж или более какие-то многосоставные объекты. Но сегодня потренируемся на тоже достаточно сложной фактурной форме рисовать ананас. Я буду рисовать с натуры. Фотографии моего филипинского ананаса будут прикреплены также под видео. Вы можете рисовать вместе со мной или потренироваться по моим фотореференсам. А дальше попробовать порисовать с натуры или другие объекты в данной технике. Ну что, достаточно разговоров. Давайте приступать. Сейчас я поставлю свой ананас, чтобы порисовать с натуры. Я думаю, что мы с вами сделаем сразу несколько зарисовок. Первую зарисовку я планирую сделать минут 15-20. Последующие еще быстрее. То есть и попробовать совсем быстрые-быстрые скетчевые варианты. Буквально 3-5 минут. Но сначала приступим к такой 20-ти примерно минутной зарисовке. Я буду использовать обычную шариковую ручку черного цвета. У меня это абсолютно купленная в канцелярском магазине. Совершенно не брендовая ручка. То есть черная обычная ручка. И с помощью нее я буду делать первую закладку, первый рисунок. Сейчас нужно выдохнуть, расслабиться. Просто смотреть свой объект. Мы ничего не будем вымерять. Мы будем работать на живость, на эмоцию. Вот выдохнуть и начать рисовать. Так, приступаем. Мы уже знаем, что наш ананас примерно одинаковой высоты. Его верхняя часть и сам плод. И я примерно вот так вот намечаю. То есть по габаритам. А дальше, не отрывая руки, я очень смелыми, очень живыми линиями. Смотрите, где-то рубленными, где-то скругленными. Я делаю для себя первые зарисовки. Почувствуйте себя ребенком. Попробуйте, поиграйтесь. Не бойтесь. Это всего лишь лист бумаги. Если чего-то пойдет не так, что-то не получится, всегда можно взять новый лист. Я, кстати, работаю на формате А4. У меня бумага концом. Средне-серого цвета. Гладкая фактура. И вот таким вот образом. То есть абсолютно расслабленно. Получаем удовольствие. Вообще, что такое искусство? Для чего мы рисуем? Чтобы немножко уйти от быта, от какой-то реальности. Немножко отдохнуть, расслабиться. Есть, конечно, разные задачи. Но задача скетчинга, я считаю, что именно заключается в этом. Попробовать, поэкспериментировать, снять какую-то зажатость, какие-то рамки обязательно. Где-то можно прям подштриховать. Посмотрите, у меня абсолютно такая живая линия. Я не отрываю руки, я ничего не вырисовываю. Я здесь абсолютно ничего не замеряю. Я просто передаю такую форму. Немножко дерзкую, возможно, где-то неправильную. Но вот такая форма. Если что-то не получилось, или вам что-то не нравится, или у вас кажется, что очень много линий, не переживайте. Они потом закроются. Но вот сам этот драйв, может быть, даже какой-то кайф. Подчеркать ручкой, которая абсолютно ничем не стирается. Это, попробуйте, непередаваемое удовольствие. Ну, падающая тень. Свет у меня падает. Так, слева сверху. Ну, это сейчас для скетчинга. Все, готово. И дальше я даже не делала выкраску. Берете абсолютно любые цвета. Так как у нас ананас такой зеленоватый, ну, набираете в своей палитре какие-то тепло-зеленые, разные по тону, холодные зеленые разные по тону. Я вот использую палитру с прошлого урока, с прошлой зарисовки, которую мы делали ананас. И начинаю. Тут уже, ну, давайте попробуем от темного также к светлому. Здесь я вот так вот, вот такие движения, посмотрите, еще раз показываю. Я вот так вот раз, ударяю мелком и резко вот так вот отпускаю, отпускаю, работаю боковой поверхностью мелка. То есть таким вот образом, очень живо, легко, не бойтесь. Прелесть пастели в том, что она перекрывается, да, если что-то где-то не получилось, не нравится. Здесь боковой поверхностью мелка. Сразу немножечко сейчас сразу формируем силуэт нашей работы. Есть. Так, вот такой мелок у меня был. Давайте какой-нибудь возьму, что-нибудь позеленее. Так, этот. Вот такой зелененький. То есть представим, что мы где-то на пленере сидим, где-то в кафе, или вот у вас за спиной, например, как у меня сегодня стоит ребенок и требует, я хочу съесть ананас. И вам нужно очень быстро передать просто свое впечатление, да, вот эту форму, какую-то эмоцию. Поэтому здесь уже времени у нас на какие-то вырисовки и построения формы просто нет. То есть для себя придумайте какую-то ситуацию, какую-то знакомую, характерную. Где-то можно прям так дерзко, смело подштриховать. Дальше я, наверное, возьму теплый, теплый хочу взять. Вот такой вот теплый зеленый. И поработать здесь. Мы потом с вами сравним нашу часовую зарисовку и вот наши скетчинговые варианты. Посмотрим, что у нас получилось. Так, ну это такой достаточно длительный скетч, да, как я уже говорила. Потом мы с вами еще сделаем такое упражнение. Так, вот такой у меня был цвет. Дальше я возьму яркий. Ага. Ярко. И кое-где характерные вот эти вещи. Я работаю практически вот сейчас все это время боковой поверхностью мелка. Только боковой. Потому что, ну, сама техника, да, она говорит, так сказать, сама за себя. И хочется здесь вот какие-то вот такие более размашистые линии. есть. Здесь немножко потушу очень-нибудь. Видите уже? Буквально сколько мы рисуем. Пару минут. То есть у нас было быстрое построение. Так, для зелени это у меня светлый какой-нибудь. Вот, вот такой вот цвет, холодный, серо-зеленый. И в листве кое-где. Раз, раз. Главное расслабиться. Главное выдохнуть. И не ждать от себя каких-то шедевров, да. Это тренировка. Это скетч. Можно нарисовать, как раз завести себе какой-то альбом. И ходить с каким-то небольшим минимальным набором мелочков. И делать вот такие вот живые зарисовки. Так, готов у меня. Дальше все. Работаю на высветление. Так, левой части. Это у меня мягкий мелок. Это, по-моему, синелье. Цвет очень такой красивый. Полюблю его. Вот с ним. Ой. Так. Готово. Где-то можно потушевать, если в этом есть необходимость. Мы делаем все то же самое. Все те же принципы. Мы уже с вами построили ананас. Мы разобрали эту форму. Если вы не видели это видео, пожалуйста, посмотрите. Попрактикуйте. Сейчас вы видите, как очень просто. То есть мы уже с вами все знаем. Наша рука запомнила. Наш мозг уже знаком. То есть мы все это делали. Сейчас очень быстро, буквально вот она, сложная такая фактура. И она у нас за считанные секунды появляется. Поэтому очень здорово рисовать как вот такие более длительные зарисовки, что мы делали, так и вот такие скетчинговые варианты. Вот этот вариант помогает раскрепоститься нашей руке. Ну, то есть много-много преимуществ. Поэтому скетчинг стал настолько популярен. Я взяла фиолетовый, вот такой. Так, до этого я брала вот такой какой-то оттеночек. Это у меня примерно одинаковые. Сейчас я работаю с палитрой из прошлого видео примерно. Все то же самое у меня. Только в очень такой легкой манере. Все. И, наверное, световые участки. Сейчас мы сделаем вот такой теплый мелочек. Теплоохра, да, можно сказать, какая-то. Прям такие финальные штришки. Вот эти вот характерные. Здесь даже что-то такое оранжевенькое, тепленькое. У меня он, видимо, бочком повернулся. Я возьму... Ой, извиняюсь. То есть, что вижу. Мне вот захотелось... Может, у меня сегодня немножко свет по-другому падает, солнышко. Или я другим бочком повернула ананасик. Ну вот, захотелось немножко добавить тепла. Есть. И кончики, кончики. Помните, мы с вами рисовали вот эти сухие кончики? Нужно обязательно показать, где они там выходят. Какой-то неправильной формы. Посмотрите, какая уже узнаваемая форма. То есть, понятно, что это ананас. И на самом деле в такой технике получается даже живее. Работа такая более какая-то динамичная, чем в более длительных зарисовках. Поэтому очень-очень полезно. Что еще добавить? Вот этот самый светлый у меня. Светлый холодно-зеленый оттеночек. Характерный, да, такой цвет для листвы. На самом деле уже можно закончить, да. Уже начинаю уходить в детализацию. Так что сейчас последние штрихи какие-то зелененькие. Давайте добавлю между вот этими ромбиками, чтобы более еще выделить. Смотрите, сразу раз, как выпирают они теневую часть. Как мы с вами договаривались, там все в тени. Глаз уже особо не воспринимает. Можно сюда сильно не залазить. И коричневатый цвет. Вот здесь уже больше у основания. Там что-то такое коричневое мне видится. Вот просто берете разные оттенки и копируете. Так, и с этой стороны она такая самая какая-то освещенная. Там солнышко. А, свет из окна. Сюда она форму светится. Можно показать, зажечь. Угу, отлично. Здесь вот это вот характерные какие-то вещи. Вот, росточки. Все. И если есть необходимость, так, наверное, еще свой темно-синий цвет рембранд. А, это у меня... Сейчас я его найду, секундочку. Вот этот темно-зеленый, холодный. Вот здесь в зелени добавлю, чтобы как-то она тоже... Вот это мельтешение, там такое глубокое, да, создать. Видите, ручка, вроде бы ее видно, но совсем кое-где. Но она нам дала такой хороший толчок. То есть первоначальный набросок нас достаточно так сильно раскрепостил. Добавил смелости. И вот мы смогли создать. Поэтому... Ручка, кстати, перекрывается замечательно пастелью. Абсолютно никаких преград нету. Поэтому смело, смело. Так, так, так. Финально еще чего-нибудь. То есть тут в зависимости от времени, да, мало у вас времени, мы что-то прям совсем легкое наносим. Буквально несколькими цветами. А если времени побольше, ну, как вот мы договорились, минут 15, то и есть. Что мы делаем дальше? Нам надо поддержать нашу шариковую ручку. То есть мы там начеркали, сделали. Кое-где она у нас прослеживается. Я потом фотографию выложу, вы посмотрите. И мы берем простой угольный карандаш. У меня это угольный карандаш прекрасный. Он недорогой. Везде продается. Я прям пачками покупаю. Это Derwent. Написано DAC. То есть темный. Он еще есть medium и light. Берите DAC. Он очень хороший. Перекрывает 3-4 слоя. Ну, вообще супер. И кое-где, так как это скетч, вот такую вот небрежную манеру поддержать, не везде мы добавляем этот черный в тенях. То есть подчеркивая форму. Плюс для поддержания вот этой вот небрежности ручки. И сама ручка, посмотрите. Ну, что-то мы там такое сделали. И вот эта вот линия черная, они очень хорошо между собой гармонируют и друг друга поддерживают. Поэтому вот у меня родилась такая идея. Потому что сверху шариковой ручкой мы уже ничего не сможем процарапать. Уже сверху не ложится чернила. А углем прекрасно. Просто замечательно. Вот здесь. То есть там по ощущениям, где вы чувствуете, где вам есть необходимость. Немножко грязь уберу. Просто добавляете. Каких-то жилых, интересных деталей. И тем самым вот эта шариковая ручка, она уже не мешает. У нее есть поддержка. Все смотрится логично. Логично. Красиво. Какие-то вот еще штришечки хочется добавить. Вот посмотрите. Вот такой замечательный, прекрасный ананас, я считаю, получился. Супер. Так. Готово. Тут бы я еще... Мне не хочется давать тень. Я вот так с помощью ручки немножко разотру. Все. Первый набросок готов. Давайте попробуем сделать набросок в еще более ускоренном варианте. Я возьму другой лист. Я ради эксперимента, я рисовала на гладкой стороне консон, да? Сейчас ради эксперимента я возьму фабриана бумагу средне-серого тона. Так, сейчас я ее приклею, чтобы у меня не везло ничего. И попробую на фактурной бумаге, как ручка наша шариковая будет себя вести на фактурной бумаге. И поменяю ракурс. Так, секундочку. Поменяю ракурс ананаса, я положу его на бочок. Те же самые принципы. У меня шариковая ручка немножко мажет, я ее протираю салфеткой. Те же принципы, не отрывая руки, сначала слегка наброском намечаете габариты. На самом деле можно взять листик небольшой, просто я рисую на камеру, чтобы вам было видно. И не совсем мелко, я вот прям так размахнулась. На самом деле такие скетчи, конечно, можно делать в маленьком формате. Так, давайте еще по времени засекем. Я примерно себя настраиваю на 10 минут. Сразу попку прорисовываю, здесь у него это крепление основания. Я просто вот... Надо поймать какую-то волну, нужно расслабиться, подчеркать. То есть мы уже убедились, что ручка, она перекрывается. Если мы там что-то лишнее с вами нарисуем, то ничего страшного, все это перекроется. Но сейчас мы щупаем форму, мы смотрим по листьям. То есть я как бы ее объем себе придаю в голове. Немножко сложно это выразить. Конечно, на самом деле тяжело говорить на камеру и рисовать, потому что бывает увлекаешься. Поэтому если где-то какие-то вещи говорю некорректно, заранее прошу прощения. Но буду стараться максимально вам дать полезную информацию. Так, готово. По диагонали я смотрю. Ну и прям сиди-каналь. Тык-тык-тык. Прямо видите, я начеркала. Все. Отлично. Замеряю раз. Ну где-то так, да. Чего-то так. Есть. И сейчас начинаем. Настраиваемся. Буквально несколько минут. Ну давайте в этой же гамме попробуем для начала. Тут у меня еще какие-то оранжевые появились. У меня вот тут под рукой лежат новый совсем набор. Муньо Галлари. Приобрела на пробу, на тест. Обязательно сделаю обзор в бюджетной пастели. Так, сейчас себе чего-нибудь наберу. У них как раз такие яркие ядреные цвета. И сделаем. Ну что, поехали. Боковой поверхности мелка. Смело закрываем. Здесь я взяла вот такой вот какой-то теплый салатово-зеленый цвет. Сначала я делаю закладку. Так, сюда мне хочется еще какого-то тепла. У меня тут пока еще не разломанные цвета. Ну ничего. И так можно попробовать. Это же скетч. Теплоты сюда. Тепла, тепла хочется. Вот такой вот цвет. Ага. Там уже чего-то у нас уходит вдаль, в перспективу. Плюс солнышко уже не сильно улыбает. Есть. На самом деле, вот такие упражнения, мне кажется, это борьба с перфекционизмом. Когда мы все вырисовываем, чтобы все было красиво, тут у нас задача наоборот. Сделать все живо, смело. Есть. Так. Взяла вот такой какой-то средне-холодный. Ну, то есть все те же оттенки. Мы с вами будем использовать. Ага. То есть я какой-то цвет беру, мазнула, смотрю, вроде подходит. И по всей работе вот так вот быстро я его где-то потушевать. Тут попка. Если бы мы с вами делали зарисовку, то... Ну, сколько можно сделать зарисовок, да? Там буквально одну-две в день, да? В зависимости, конечно, от вашего времени и желания. А вот такие вот скетчи, скетчинговые, быстрые наброски, даже можно так сказать. Зарисовка – это более длительная работа. Набросок – это буквально там до 10-15 минут, что-то очень быстрое. То есть вот таких вот набросков можно сделать за день очень много, даже если у вас совсем мало времени, даже если вы очень заняты. То есть буквально есть чего-нибудь здесь коричневое. Немножко можно прищуриться. Вот такая тёплая у него вот эта сторона. Хорошенькая. А здесь наоборот нужен наш цвет такой тёплый, тёплый, тёмно-зелёный. Вот этот бачок он такой. И здесь, видите, на самом деле я уже не соблюдаю порядок работы от тёмного к светлому. То есть просто вот как рука ведёт. Какой мелок под руку попался, то и беру. На самом деле и по сути здесь и присутствует какой-то интерес, и элемент эксперимента. А что если сделать так? А почему бы не сделать вот так? Как раз на таких вещах можно пробовать. Как правило, чаще говорят, вести работу от тёмного к светлому. Или начинать со средних тонов, а потом уже высветлять какие-то вещи. Как раз здесь можно экспериментировать. Так, цвет взяла этот. Чуть-чуть с ним сюда. Держу в руках коричневый и сразу тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Чего ещё? Чего ещё? Вот такой хочется взять наш оттеночек, где он типа что-то телесного цвета или светло-коричневый. И вот уже вот эти вещи. Так как это на переднем плане у нас попка разворачивается прямо на зрителя, то её, конечно, нужно нам больше всего проработать. Несмотря на то, что это скетч, здесь тоже было бы неплохо соблюдать все вот эти нюансы. Всё, что на переднем плане более контрастное и более проработанное. Всё, что на заднем плане уходит, у нас такое уже в дымке. Как будто мы смотрим через туман, через мутное стекло. Можно как вам больше нравится себе представить. Так, жёлтенький мне хочется. Вот здесь вот прям освещенная часть, она туда заворачивается, форма. Там что-то у меня подсвечивается. Освещение, повторяюсь, да, у нас слева сверху. И вот он и освещает. Так. Здесь уже чего-нибудь потемнее. Рисуйте с улыбкой, рисуйте в удовольствии, потому что это такая вот лёгкая-лёгкая зарисовка. Этот цвет латиночек, этот коричневатый мне хочется взять. И вот тут немножко поиграть вот с этой формой. Опять-таки наши ромбики. Здесь вообще, видите, в этой работе, если там в первой зарисовке я ещё какие-то ромбики искала, то здесь у меня вообще, то есть, всё настолько условно, настолько примерно есть. И возьму-возьму что-нибудь тёмное, вот такой холодный, мой цвет зелёный. Так, здесь мельтешение такое какое-то коричнево-тёплое. Он так лежит, и как раз бочком, и все вот эти вот тёплые его сухие, да, вот такие отросточки, они очень-очень хорошо прослеживаются. Тёмненький, кое-где. Так, помним про время, помним, что сзади нас кто-то стоит и дышит за спиной, и хочет забрать у вас ананас. То есть, всё равно нужно фантазировать, представлять себе какие-то разные ситуации. Если вы возьмёте просто и выйдете куда-то в кафе, там, на улицу скетчить, не подготовленный, будет очень тяжело, и можно даже психологическую травму получить, вплоть до такого, потому что, ну, абсолютно другие условия. А когда вы уже рука набита, технику знаете, то есть у вас есть, присутствует какого-то плана стресс, потому что ходят посторонние люди, да, то есть новая какая-то локация, но зная технику, вам это всё проще. А как? Нужно постоянно рисовать, рисовать ежедневно, делать вот такие наброски. Если вы дома не потренируетесь, то не ждите чуда, вы идите куда-нибудь на план-эр, или в кафе, или в гости, и, ну, ничего не получится. А если у вас есть вот такие вот наработки, тренировки, то есть вы уже это делали, то всё получится прекрасно. Конечно, говорят, рисуйте с натуры, да, очень часто мы слышим, там, рисовать с фотографией это плохо, а я считаю, что это неплохо. Воспринимать нужно это как тренировку, как развитие глазомера, развитие своих творческих способностей и навыков, потому что, ну, по-другому никак, по-другому это не работает. Мы с вами как спортсмены, нам нужны ежедневные тренировки обязательно. Без этого, ну, никуда. А смелость, как она приобретается? Ну, вот такими вот смелыми упражнениями. Так, освещённые эти части я даю. У меня ведь объект немножко большой получился на формат А4, поэтому тут всё равно, да, по времени. Но, тем не менее, я стараюсь работать быстро, что-нибудь ещё вам интересное рассказывать. Так, здесь я сейчас возьму уголёк, наверное, поработаю с формой какой-то. Я, кстати, когда работаю углём, чтобы линия была живая, так вам видно, нет, живая и интересная, я не просто вот так вот, да, рисую рубленными линиями, а я постоянно карандаш в руках проворачиваю. То есть я, либо я кручу кисть, либо я кручу сам, то есть вот так вот пальцами перекручиваю карандаш. Это очень важно, особенно вот в нашей такой дерзкой технике. Почему? И, видите, постоянно кручу кисть, чтобы линия была живая, линия была неоднообразная. И вообще вот приучайтесь. И карандаш я держу не как ручку, это сковывает движение, а верхний палец кладу, остальные пальцы как бы карандаш поддерживают. Вот, как ручку не держите. Приучайте себя держать вот так вот карандаш. Поначалу дико неудобно кажется, как это вообще такое возможно, но на самом деле даёт большую свободу. И как раз вот на таких вот вещах, зарисовках это отрабатывается прекрасно. То есть сейчас. И потом какие-то финальные уже ударчики, штрихи. Так, здесь. По сути то же самое, что мы делали ручкой, да. Сейчас какие-то вещи мы восстанавливаем и делаем это угольным карандашом. Посмотрите, как прекрасно он ложится. Хороший ещё угольный карандаш Generals, но он дороже. И проблема достать его в России. А вот этот карандаш у меня как расходный. То есть бывает падают, как вы знаете, карандаши. То есть очень быстро стачивается. Поэтому я вот его не жалею. И он прекрасен. Советую. Если у вас нету, обязательно закажите в интернет-магазине или в Леонардо. В больших крупных магазинах он продаётся. В Леонардо, если у вас есть рядом. Поэтому. Так, здесь листвой. Просто я абсолютно в расслабленном состоянии. Я просто получаю удовольствие от процесса. Форма узнаваема. Где-то может быть... Так, сейчас я дам светлые участки. У меня освещенное. И там какое-то мельтешение есть. Пробую по-разному накладывать мелок на самом деле. Вместе с вами экспериментирую. Экспериментирую. Где-то уголочком мелка, где-то боковой поверхностью мелка. Здесь вот хочется выделить эту попку. Так, и какой-нибудь такой травянистый есть. Зелёненький. Ещё для фактурки. На переднем плане. Чуть-чуть хочу вот эту часть переднюю проработать, чтобы она была какая-то интересная. И там вдалеке уже возьму... Так, похолоднее. А свой синенький возьму холодный. Рембрандт, про который постоянно говорю. Туда его добавим. И вот у меня ещё опять-таки тёмный самый, но тёмно-тёпло-зелёный оттенок. Вот смотри, сейчас я буду работать вот таким тёмным каким-то коричнево-зелёным и тёмным холодным зелёным. У меня в руках два этих мелка. Там, где солнышко падает, освещение, но тень я использую более тёплый зелёный. Ну, тёмный тон, да? Вот этим работаю сначала, тёпленьким. Смотрю, куда его дать. Даже вот здесь вдалеке, но солнышко падает, и там какая-то вот идёт вот эта фактурка на ромбике. То есть за это появляется. А вот здесь, сюда, беру уже вот этот холодненький и холодным. Холодным-холодным. Немножко мне хочется, чтобы форма закруглилась. Всё-таки дать слегка подзатемнить. Есть. Сейчас у меня ещё... У неё галлари лежат оранжевые мелки, я отложила. Я чего-нибудь зажгу тут яркого. И вот даже сюда можно, на свещённую часть. На самом деле, видите, увлекательные занятия. Всегда хочется что-то где-то добавить. Самое сложное, мне кажется, это остановить себя. Этому надо учиться. Именно поэтому полезно выходить на пленэйры, где просто у тебя какие-то ограниченные возможности, и время, и локация. И тогда случаются чудеса. Просто из-за нехватки времени или материалов, особенно для нас, для пастелистов. Мы же не можем взять с собой всю палитру. Походу, возникают какие-то интересные решения. Так, обещала взять оранжевый. И вот сюда куда-то зажгу. Вот эти части. Вот эта свещённая часть. Прям хочется мне. И что-нибудь ещё вот такой оранжевый, яркий. Вот сюда. Я сейчас смотрю на свой ананас, и так слегка прищуриваюсь. И прям вот самые такие выжимки, то, что мне вот прям надо, самое такое вот характерное, да. Сейчас буквально последние штрихи. Добавляя последние штрихи. Так, смахиваю всё лишнее. Взяла уголёк. Ну всё. Думаю, буду останавливаться на этом этапе. Так, 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 так. А, забыла обязательно. Вот эти характерные для ананаса. Сухие отросточки, да. Показать. Оно такую живость придаст. Ещё больше такой узнаваемости. Вот это вот мельтешение, вибрацию какую-то. Покажите. И коричневый-коричневый. В тени. Тоже вот эти сухие вещи. Я бы их дала. Где-то подрастереть что-то. Так, ну что, готово. Практически готово. Так, последнее, последнее. Всё. Есть. Так, смотрим. Вот смотрите, что получилось. Это большой ананас. Это маленький ананас. Вот такие зарисовки. И напоследок, раз уже мы занялись таким вот скетчингом, я предлагаю вам, как обещала, сделать самые-самые быстрые зарисовки. Буквально 5-7 минут. Сделать в каком-то, знаете, даже непривычном, взять непривычные цвета. То есть как раз здесь можно поэкспериментировать. Так. Взять какие-то непривычные оттенки. Я как раз возьму сейчас свой набор. Вот у меня он совершенно новый. Муньё Гэллари. И попробую вот такими дикими, яркими, открытыми, спектральными цветами что-нибудь доизобразить. Ну, плюс буду использовать вот такую свою палитру. Давайте как-нибудь по-другому я положу ананас, чтобы было более мне интересно, что ли, работать с ним. А я его развернула. Сейчас покажу, как. Ой, вот так я его разверну. Ну и сделаю, конечно, зарисовочку давайте поменьше. То же самое. Беру ручку. Так, настраиваюсь. Прям буквально засекаю время. Пять минут. Прям очень-очень быстро. Давайте здесь я уже просто буду рисовать. Постараюсь уже меньше говорить. Средоточусь на рисунке. В принципе, буду использовать все те же самые. Попробую просто сделать в каком-то непривычном цвете сам объект. То есть использую абсолютно другие оттенки. То есть я сейчас вообще себе представляю, что я где-то в кафе нахожусь, например, как вариант. И где-то в гостях. И мне нужно сделать просто быструю зарисовку. То есть передать просто первое-первыхое впечатление. Так, так, так. Вот такие вообще. Просто чистый эксперимент, ребят. не делала. Прям с вами сейчас. Делаю что-то такое. Совсем. Я представляю, что буквально через пару минут его заберут. Будут разделывать и подавать к столу. Что у меня из этого получится. Отпустите себя. Берите абсолютно любые цвета, которые вам первые подойдут. Попадут под руку, да. Ни в чем себя не ограничивайте. Это скетч. Это свобода. Это драйв. Хотите растереть? Нет, хочется кое-где потушевать. Я беру и пальцем так лихо растираю. Не хотите растирать? Пожалуйста. Очень быстро, живо. Прям как... Не задумываем. Не думаем. Не задумываемся. Вот попался какой-то мелок под руку. Я вот первый схватила. Что-то мне попалось. Хочу фиолетовый, кстати. Сюда. Желтый с фиолетовым. Всегда. Беспроигрышное сочетание. Или фиолетовый с оранжевым. И вот сюда. Так. Я засекла время. Специально, чтобы... Смотрю на часы. Чтобы не увлекаться. И поэтому стараюсь сразу беглого, так целостно. Вот картинка работать. И все-все-все быстренько делать. Так. Оранжевенький. Посветлее оранжевый. Сразу помните кончики? Я их дам тогда, наверное. Вот он мне попал в руки оранжевый. И дам их такими оранжевыми. Так. У меня осталось две минутки. За две минутки я могу еще что-то успеть. Основа готова. Все. Хочу зажечь корону. А, фиолетовый. Вот сюда фиолетовый куда-то запущу. Зажигаю корону. Есть. Так. Прожилки, прожилки. Так. Чего-нибудь возьму тепленькое. Все. Финальный штрих. Так, 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 так. Какие-то характерные вещи. И последний на последних, да, если надо, поддержка. Мы помним, нам надо поддержать нашу шариковую ручку кое-где. Немножечко. Проворачиваю руку, не забывайте. Здесь много такого какого-то мельтешения. Он только вырастает. Покажу это. Есть. И последнее. Так, вот такой свой светленький цвет. Кое-как. Кое-где прям буквально. Даже, наверное, мне еще светлее был. Так, сейчас найду. Потерялся. А, нет, не потерялся. Рядышко. Так, это темнее. Зажгу вот эти вот вещи. Так, и туда же. Все равно у меня получился похожий по цвету, да? Все, готово. Давайте я еще переверну как-нибудь. И все-таки попробую сделать какой-нибудь розово-красный. Прям совсем. Так, давайте я его вот так вот разверну, чтобы меня, ну, просто закомпоновать в лист. Похоже, ну, как мы рисовали, но все равно. Чуть-чуть. Я вообще вот так вот бочком положила. Беру нашу шариковую ручку. Засекаю пять минут. Сосредотачиваюсь. Взглядом ловлю эту форму. Примерно как она у меня идет. Прям схватываю. Не отрывая руки. Только вообще не шевеляясь сейчас. На стадии такого наброска. Просто вот глаза. Туда-сюда у меня бегают глаза. Вообще просто кайф. Подчеркивать ручкой сразу вспоминается, как в детстве. Коляка-моляка. Такая получается. Мне кажется, вот это упражнение прям супер раскрепощает. И если вам близка такая техника, и вам нравятся скетчеры-аквалеристы, то можно к ним присоединиться и предложить им составить компанию, да? Но со своими любимыми материалами. Готово. Так, как обещала, давайте я возьму... Я возьму розовый. Сделаю такой девчачий. Просто вот что вижу первое. Мне думать некогда. У меня всего 5 минут. Я засекла. И я сейчас попробую. Я не знаю даже, какую листву. Я говорю, что полностью без подготовки. Ну, помня, что свет у нас падает вот так, значит, у меня вот эта нижняя часть, она теневая. Кстати, сейчас рисую. На самом деле, Муньё Галлари купила недавно. Первый раз вот вместе с вами рисую. Даже еще не тестировала эту пастель. Поэтому вот у меня прямо эксперимент сплошной. Так, тут у них нету даже такого какого-нибудь розовенького. Сейчас секундочку свои запасы достану. У них все яркие такие цвета. А раз я взяла вот такую гамму, мне хочется кое-где розовенький сюда запустить. Такой совершенно непохожий ананас. Так, а красный у нас хорошо сочетается с зеленым, контрастные цвета. Поэтому я сюда возьму зеленый. Кое-где. Там попка освещенная. Желтеньким каким-нибудь. А, так, желтенький. Эксперимент. Я не знаю, что у меня получится. Правда, совершенно несвойственные цвета для ананаса. Что-то такое совершенно непонятное. Вот фиолетовый у них, кстати, такой ядреный тут есть. Я его возьму для изображения короны, листвы. Мне еще немножко непривычно работать и тем, что я привыкла работать боковой поверхностью мелка. А здесь приходится работать кончиком. Но от этого тоже есть какой-то свой интерес. Вообще прям. Вот для этого и нужен скетчник, чтобы экспериментировать. Просто получать удовольствие. Так, туда, сюда. Чего там у нас еще? Опять возьму вот этот красный. Там у меня еще такой ярко-розовый есть. Ее тоже возьму. Вот взяла какой-то цвет, просто мазнула. Ну, вроде ничего. И пошла им работать. Принцип такой же. По всей поверхности. Особенно актуально в скетчинге, где у нас совсем нет времени. Совсем-совсем. Желтенький. Давайте желтенький сюда я зажгу. Так, так, так. Розовый-розовый мой. С моей уже палитры. Здесь таких нету розовых. Чего, смотрю, надо мне как-то это объединить все немножко. Так, какой бы еще синенький, что ли, взять сюда. Вот сейчас я попробую все цвета и всю палитру в Муньё Гэллери. А по-другому как попробовать? Можно, конечно, сделать выкраску, но это неинтересно. Лучше вот сразу на каком-то объекте и потренироваться. Так оно сразу как-то и впечатления появляются от работы с мелками. Друзья, надо уже заканчивать. Время-то идет. А ананас сейчас заберут у меня. Последние какие-то штрихи. Прям мазками сюда уже. Прям чукаю вот так вот. Светленькое сюда. Боковой все-таки. Вот мне прям не могу. Тянет на боковую поверхность мелко. Мне этого не хватает. И вот эти вот, как мы с вами уже договаривались, характерные тросточки. Есть. Беру уголь. Кстати, у Муньё очень сильно она сугробы оставляет. Это пастель. Первое впечатление. Так, в принципе, ложится неплохо. Я обязательно ее протестирую и сделаю обзор. Я купила бюджетную пастель. Несколько наборов. У меня мои ученики очень часто спрашивают, с чего начать. И как бюджетно, так сказать, пойти. Если хочется попробовать и не хочется тратить 10-15 тысяч, да, то что же делать? Собственно, я этим вопросом озадачена и обязательно протестирую и вам расскажу свои впечатления. Так, здесь, кстати, можно уже кое-где и подштриховать. Немножко дольше, да, получилось по времени. Наверное, уже не 5 минут, а даже больше. Ну, потому что незнакомая палитра раз и незнакомая пастель. Это еще к тому, что если мы куда-то выходим на пленэр, нужно брать только те материалы, с которыми мы знакомы и которые мы хорошо знаем, пробуем, тестируем. Потому что, ну, чтобы не было неожиданностей, любой какой-то дискомфорт, да, он выбивает. Собственно, поэтому нужно дома тренироваться. Обязательно. А тут еще характерные. Смотрите, я последний. Вот эту пупку я зажгу. Кстати, попробую перекрыть. Она, кстати, еще и не сильно перекрывает. Уже, если слоев много, сверху не ложится. А начинает смазывать нижние слои, перемешиваются. Поэтому тоже вот сразу такой момент. Мне как-то вот хочется зажечь вот эту часть, где мои светлые оттеночки. У меня уже все стало серое. Даже вот этот рембранд, он лучше. Он прям хорошо ложится. И финальные штрихи, вот эти вот характерные, да, сухие штукенции. Я сейчас сделаю, и все, будем заканчивать. Так. Фиолетовый. Вот сюда мне хочется еще добавить какой-то глубины, мельтешение. Оно в тени. Такой совсем прям декоративный получился. Товарищ. Смотрите. Ну, интересно. Интересно было попробовать. Так, фиолетовый. Между вот этими ромбиками. Кое-где еще утемнить. Тут вообще, да, сборная солянка. Каких только цветов не намешано. Вот этого тоже есть интерес. И какой-нибудь тень мне прям хочется дать. Он такой получился, возможно, прям голубой. Не знаю, мне почему-то вот сюда захотелось. Так, палец грязный. Попробуем, что из этого получится. Просто на ощущениях. Можно, конечно, не делать. Но вот мне почему-то синенький, такой вот какой-то ядреный-голубой тенюшку захотелось дать. И я ее слегка втушую, сделаю такое вот, как облачко. Пект лежит. Со мной так. Здесь он тоже касается. У меня падающая тень. Все, друзья, готово. Давайте с вами посмотрим. Вот это самые быстрые зарисовки. Да, ну сколько? Это, наверное, минут пять. Это, наверное, около десяти минут. Посмотрите, что получилось. Давайте по нарастающей по времени. Вот такой вариант. У нас тоже достаточно быстрый. Наверное, минут ну сколько? Пятнадцать, да? Вот этот вариант. Тоже минут пятнадцать. Так, смотрим. Сейчас я их попробую разложить на камеру. Как-нибудь. Ну давайте. Вот так. Вот эти, да, варианты оставим. И сейчас я вам покажу наш вариант, который мы рисовали чуть больше часа. Посмотрите. Вы видите? Вы видите? В принципе, какие живые получаются работы. Чем больше, чем меньше у нас времени, тем, чем меньше мы задумываемся, да, что мы делаем, тем, посмотрите. Мне вот даже вот этот вариант на самом деле нравится. И вот на самом деле вот этот, посмотрите, даже больше. Он какой-то такой живой, он какой-то эмоциональный. Здесь есть какая-то эмоция, какое-то движение, он такой не затюкан, не замученный. Здесь уже такая вышла работа, анализ, аналитическая. Мы думали о форме, о строении. Это все очень полезно. Но так как у нас уже была база, мы уже это все простроили. Такие вот вещи, они получаются. Посмотрите, как здорово. Вот такой вот ананас в натюрморте с какими-то другими фруктами. Ну, бесподобно. Пробуйте обязательно. Для раскачки творческих навыков, для вообще вот этого движения кисти руки, чувствования мелка, это просто необходимо. И вот смотрите, это видео длилось час. За час мы сделали зарисовку одну. А здесь мы с вами сделали за час, даже на самом деле можно было и больше сделать, просто я пока говорила, пока настраивалась. Вот четыре ананаса. То есть, пожалуйста, четыре полноценных ананаса. И сколько можно сделать в такой технике, представляете, зарисовок? Ведь чем мы больше рисуем, тем мы становимся смелее. И нам все ни почем. У нас уже нет этого страха, что какой сложный объект, какое сложное здание или архитектура. Если мы единожды это пробовали, щупали, рисовали, все, мы дальше только уверяемся, так сказать, в своих силах, своих возможностей и получаем драйв, кайф и все самое вкусное, что есть, собственно говоря, в творчестве, и ради чего мы все это делаем. Поэтому рисуйте обязательно ананасы или другие объекты. Как я уже говорила, ананас – это очень сложный объект. Вот он наш красавец. Давайте напоследок его посмотрим. Если рисовать какие-то яблоки, груши, то есть это еще быстрее, буквально можно за пару минут. Но развивать вот это чувство цвета, чувство тона, чувство ритма такими набросками – это бесценно. Так что пользуйтесь такой вот смешанной скетчевой техникой. Напишите, понравилось вам или нет, какие эмоции вы испытываете, будем ли мы дальше прокачивать эту технику скетчинга. Можно попробовать сделать такие зарисовки в пейзаже и в анималистике и в других жанрах. Поэтому жду ваших комментариев, успехов и до новых встреч. Пока-пока!